Меня зовут Пашкова Ксения, я учница 7 класса 48 школы и сегодня я хочу рассказать про Николая Викторовича Абрамова. Николай Викторович Абрамов – вепский и русский писатель, поэт, журналист, литературный переводчик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Народный писатель Республики Карелия. Родился и провел детство в вепском селе Ладва, вепс по происхождению. Учился в Петрозаводском государственном университете. В период учебы и после нее Николай Викторович перепробовал множество профессий. Работал грузчиком, рабочим в совхозе, рамщиком на Белораме, директором сельского роддома культуры, рабочим в геоартистической экспедиции, фотографом, корреспондентом газеты. В последние годы работал в Национальной библиотеке Карелии. Член Союза писателей России с 1998 года. Скончался в Петрозаводске после тяжелой психологической болезни 23 января 2016 года, за день до своего 55-летия. Похоронен на малой родине, в деревне Ладва. Первый сборник стихов Николая Абрамова, 33, вышел в 1994 году и стал первой художественной книгой на вепском языке. И в этом его самая главная заслуга. В 1999 году вышел второй сборник Абрамова «Время журавлей». Кроме его собственных стихов, в сборнике опубликован переведенный им на вепский язык. Поэзия Пушкина, Лисенина, Пастернака, Рубцова, Высоцкого и Евтушенко. Поэт переводил на вепский язык классиков мировой и русской культуры. Переводил произведения Амара Хайяма, Шекспира, Льва Толстого, Николана Клюева и других. Переводил также стихи и прозу финно-угорских писателей. Среди переведенных Николаем Абрамовым произведений есть и тексты мировых рок-хитов «The Beatles» и «Queen», которые исполняют на вепском языке национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеля». Стихи Николая Абрамова опубликовались в различных сборниках и антологиях. Переводили с севского на русский, финский, эстонский, шведский, французский, норвежский и венгерский языки. Кроме литературной работы Николай Абрамов профессионально занимался фотографией. В Ветрозаводске состоялись три его персональные ватовыставки. Снимки Абрамова экспонировались на различных выставках в России, Норвегии, Украине, публиковались в журналах и фотоальбомах. Еще одна из творческих ипостасей Николая Абрамова – «Съемки в кино». Короткометражные художественные фильмы «Счастье» и «Вепский завет» с его участием завоевали по резину всероссийских фестивалях короткометражных фильмов. Стихи Николая Абрамова поставили его в ряд выдающихся писателей нашей новонациональной республики и вепского Белозерия. Свои стихи я отписал на векском языке, затем их перевели на русский, поэтому строчки не всегда идеально рифмованные. Но и после перевода остался их глубокий смысл, видна красота стиля, безграничная любовь к родному краю. Сейчас я вам хочу прочитать стихотворение «Каждому веру и слово». Каждому веру и слово, каждому посох и путь, вспомни родных своих снова, дома язык не забудь. Так нам дорога на Бога, не на года, на века, каждому будет дорога, каждому будет река. Юности внешние воды, старости тихий окрест, каждому счастье на годы, каждому тяжкий свой крест. Благодарю за внимание.